Телеканал КРТ представляет Если мы говорим о том, что осталось от Украины после всех этих майданов, устроенных известной кем в Киеве, то, в принципе, ответ я уже дал. Россия заинтересована в наличии сильной, нормальной, стабильной, целостной Украины в случае, если Украина действительно откажется от русофобской, антироссийской риторики, от русофобской политики, от политики агрессивного украинского национализма и так далее и тому подобное. И вернется к мирному сосуществованию. Еще раз говорю, даже не к союзническим и партнерским отношениям, как бывало порой, а именно хотя бы к нейтралитету. К тому, чтобы не обвинять во всех бедах и грехах Россию и не заявлять каждые полчаса о том, что мы в состоянии войны с Россией. То есть в таком случае Россия, конечно же, заинтересована в более или меньше стабильности на Украине. Это очевидно, это факт. Вот сейчас идет всеобщая борьба с пандемией, с вирусами и прочее. Ну что ж, вы думаете, что Россия заинтересована в том, чтобы на ее границах существовало государство, где этот процесс был вообще выпущен из-под контроля? Если, не дай бог, на Украине действительно, вот благодаря стараниям, в частности, доктора смерть запретившей санэпидслужбам, эта ситуация расползется до неимоверных масштабов, не дай бог подчеркиваю, то, конечно же, это затронет и интересы и России, и всех остальных соседей Украины. И Россия готова будет помочь Украине, чем это только возможно. Собственно, раз Италия помогает России, то и, конечно, Украине готова помочь. Но Украина ведь, давайте признаемся честно, к этому пока еще не готова. Пусть согласится на что угодно, на любые смерти, лишь бы, как там любят говорить у вас некоторые украинские граждане, лишь бы москалям, значит, не сблизиться с ними и не позволить им нам чем-то помочь. Продолжение следует...